Прямоугольник Рассмотрим окружность внутри прямоугольника. А, В, С, Д. Продвинем стороны прямоугольника. До пересечения с окружностью. Да. Здесь возникают середины вот таких отрезков. Да, можно провести такие отрезки и у каждого взять середину. Значит, что отрезки, соединяющие противоположные отличные точки, и уравниваются. Пусть где-то есть устроя. Центр. Опустим перегуляры на сторону. А, В, С. Идея доказательства в том, чтобы рассмотреть проекцию отрезков А0, С0 на прямую сначала А, В и на прямую А, В. Мне надо сказать, что проекции отрезков А0, С0 и В0, Д0 на эти прямые равны. То есть тогда сами отрезки будут тоже равны. Да. В, В. Это правда. ХА минус ХВ. Да? Почему? Ну, ХА1 это равно ХВ1. Потому что это середина. Да, конечно. Какой холь? Да. Проекция, длина проекции А0, С0 на прямую АВ. На вертикаль. Да, на вертикаль. Ну как, это половина отрезка СС1, это половина отрезка АА1 и сторона прямоугольника. Так. Сейчас давайте попробуем так. Теперь, какая коррекция В0, Д0 на прямую СД? Да. Вот СД равно АВ. Это понятно. Да. Здесь А1А в полам, минус В1В в полам. Это вот такая штука. Да. И то же самое будет там. И аналогично тут. Ну и вот здесь. Да. И поэтому они будут равны. Да. Спасибо. У нас есть окружность. Взять центр окружности. Обозначить ее равность, естественно, могут. И просто выписать все координаты точек. Для этого, естественно, нам придется понимать, на каких уровнях лежат вот эти вот прямые. Ну, давайте договоримся. Скажем, вот эта прямая будет задана уравнением Х равно А. Вот эта прямая будет задана уравнением Х равно В. Вот эта горизонтальная будет задана уравнением Y равняется С, а вот эта вот Y равняется Д. Тогда абсолютно естественным образом выписываются координаты всех точек. Смотрите, вот это что такое? Это точка с координатой В корень квадратный из R квадрат минус B квадрат. Вот эта точка какая? Вот эта точка какая? Это точка с координатой корень квадратный из R квадрат минус C квадрат C. Вот эта точка с какими координатами? Я должен найти середину вот этого отрезка. координаты. Давайте я напишу. Это будет вот что такое. Б плюс корень C плюс корень из R квадрат минус B квадрат. А здесь абсолютно понятна ситуация, что это за точек. Теперь я могу взять здесь. Для того, чтобы здесь взять вот эту вот середину, я должен опять-таки найти координат отрезки, точно найти координат отрезки. Что это такое? Это A и минус корень из R квадрат минус A квадрат. А здесь, соответственно, минус корень из R квадрат минус D квадрат и D. Что такое середина? Я должен сложить эти самые штуки. А минус корень из R квадрат минус D квадрат и D. Пополам. Да, конечно. Из R квадрат минус A квадрат, да, и не забудьте каждый раз разделить на A. Отлично. Что такое отрезок, соединяющий эти две точки? Надо просто из этого вычесть это, и из этого вычесть это. Получится следующая штука. A минус B плюс сумма корней из R квадрат минус C квадрат и R квадрат минус D квадрат пополам. Это по абстриссе, и по ординате надо сюда вычитать вот это. C минус D плюс сумма корней. R квадрат минус B квадрат и R квадрат минус A квадрат разделить на A. Все, я уже получил вот этот две точки. Теперь абсолютно таким же образом я могу написать координаты середины вот этого отрезка и координаты середины этого отрезка. Посмотрим, что это такое будет. Значит, здесь давайте я сразу обудовлю. Надо поменять знак перед корнями? Ну, мне быстрее все-таки я помню. Значит, вот эта точка это A и корень квадратный из R квадрат минус A квадрат. Вот эта точка это минус корень из R квадрат минус C квадрат и C. Значит, середина это точка. Что предостаточно? Выписали координаты всех точек. После этого написали середину этого отрезка, середину этого отрезка. Выписали координаты этих и написали соответствующий корень. Выяснилась забавная вещь, что здесь вот эти вот координаты отличаются знаком, а эти совпадают. То есть один вектор получается из другого осевой симметрии.